всем привет всем привет у нас наступила зима опять мы наделись свою теплую одежду потому что холодно у вас я даже дубленку одел ну а что холодно а я свою купальку всем большое спасибо кто написал комментарий к видео где мы праздновали день рождения Матвея очень много поздравлений огромное вам спасибо потом еще спасибо что поддержали нас с нашей задумкой комментировать ваши комментарии мы как поняли что многим эта идея понравилась будем делать такие ролики будем продолжать отвечать на ваши комментарии но все сейчас приступаю я буду таскать потихоньку кирпичи вчера немножко потаскал кирпичи и сразу вспомнил как мы таскали эти кирпичи на пристрой сколько мы их перетаскали но Маша то не таскала я таскал Сергей помогал еще немного вот а сейчас вот думаю как бы мне вот эти поддон то перетаскать потому что немножко вчера потаскал уже что руки заболели что я за день два мы считаем перетаскиваем и вы чего поддоны а эти кирпичи еще тяжелее были это полегче эти такие ну ладно сейчас потаскаем посмотрим я начал таскать кирпичи сюда складывать их там у нас за ограда еще стоит практически целый поддон кирпичей его надо тоже немножко взять и это то вот здесь везде по округе собрали нужно будет тоже их оттуда перенести сюда поставить куда-то сюда стаскать но перетаскать сейчас вытеплили теплицу потому что туда посадили экспериментальный что ветер опять начал дуть посадила помидорку на пробу посмотрим как она там призывется после года я также сделала 2 высадила нет и подождала тут прижились не замерзли ничего грядку тоже накрыли чтобы земля прогрелась стекла накрасить потом еще есть закрыть она от стекла хорошо нагреется всем где-то можно гулочков натыкать где-то вон она стоит а ты он 2 у тебя дашь целых это так поставил поставить но там в теплице тепло там как дома а я закрыла там тепло будет щели где были пропенили пеной запенили надо будет еще вот доски сверху тоже сгнили новые приколотить нам надо новые приколотить еще хочу показать кое-что это немножко нас напрягает маша говорит нормально я 4 лишь пошло тискаться ну может этот фиг узнает пристрой у нас земля что-то начало вот здесь появляться трещин какие-то земли здесь есть а вот здесь вот и нет там просто что вот она идет потом вот здесь вот тоже смотри ты трещины пошли но опять же вот здесь вот тоже смотрим здесь вот тоже какие-то трещины появились земле это далеко а может это просто так вот отсюда вот где вот здесь трещины вот здесь вот до самого пристроя далеко вот здесь вот тогда здесь мы же накидывали землю не знаю почему может она сохнуть начало ветер же потому что был тепло непонятно а так все нормально все нормально но все равно это напрягает это сегодня еще хочу разобрать вот этот забор вот этот снять потому что он ни к чему здесь перетаскать но постоянно но и и надо будет это немножко а чем где-то тут так она и была но тут немножко взято всего сверху только какая хватит на это наверно это будем делать к лицо будем делать они чего так как раз стояли а какая разница ты сегодня хвостёк перетаскать а нет они это не на рыбу роста я и но они видишь ли там так но они легче чем вот эти вот которые на пристрое у нас эти тяжелее намного ну ладно таскай из этих вот из таких у нас только верхний ряд 1 а потом поняли что там она как-то все помню то ли высота разная ну что они плохо стыковались и решили все из одних делать а эти потом только верхнем рядом прошли все потому что если из такого это более широкие учета побольше не помню но не получалось их соединить конечно можно было соединить но там работы бы было дофига возьми бы много было поэтому мы таких вот больших кипячей еще докупили немножко съездили с прицепом зелудуковск и докупили хорошо все они продаются постучно да нет чем в магазине где мы покупали вот Ну всё, Вася будет искать, потом покажем, сколько она таскалась. Недавно съездили в магазин, купили проводку, гофру, эти распределительные коробочки, посмотрим, разберёмся. Провода по ГОСТу, сечение 2,5 ГОСТовские они, взяли двухжильные. Резетки даже в городе были без заземления, ну как бы не, не знаю, не имеет смысла их делать. Может кто-то напишет, что надо было с заземлением. Всю жизнь живём, резетки простые, никакого заземления. Нормально работаю всё. Проводки 40 метров, что-то цена 57 рублей. О метрах. Ну понятно, 57 рублей метр. Ну провода хорошие, медные. Чего ты не сказала, что ни зданием, ни головом. Гофра, я уж не помню сколько, гофры 20 метров. Ну да, она что-то дешёвая. Сделали эти замеры, подсчёты. Ну примерно. Вот у нас как получается, вот здесь вот нужно будет просверлить отверстие и и это кочегарка, там счётчик электрический у нас. Получается провод отсюда пойдёт сразу вот сюда. Вот здесь вот он. И здесь отверстие тоже просверлить. Правда вот у нас свервата такого нет. Вот под гофру, чтобы... маленький надо. Вообще, я вот слышал, что в стенах надо вообще в железном, в железной трубе какой-то. То есть отверстие делаешь, потом туда трубу железную и потом только уже туда там проводку проводят. Не знаю. Кто знает, пускай напишет в комментариях. Ну что, у нас труба есть такая? Какая? Ну подмесила. А, ну да, найдём трубу. Просто сверла нету. Сверла такого нету. Есть этот бур. Ну, в принципе, это для бетона. Мы его так... О, Матвеечка пришёл. Папе пришёл помогать. Да. Да? Сейчас. Что-то я думал, эта работа пошла быстро, он уже перетаскал. Наверное, половину уже перетаскал. Ну, может, поменьше половину. Пора уже заняться этой проводкой. Да. И двигаться дальше. Да. Что мы тут увидели на кирпичах? 2009 год написанный. А нам сказали, что они пошугодние бы каких-то пищей. Вот. И вот здесь тоже так же. Интересно. Да? А? Я говорю, интересно. Почему они сказали еще посугодние, а не написано 2009? Но на кирпичах написано 2009 год. Тут вот тоже. Ну, я показала. А это что такое? Бэйкин. Это, наверное, марка? Марка, наверное, кстати. Только я думаю, сколько уже? Десять лет. Почему? Какие? А, ну да. Так-то. Да, да? Угу. Фух. Короче, не знаю, то ли он цельный. Хватит кирпича вместе. Вот такой вот кирпич. Не мог их разломить. Кирпич. Такое попалось чудо нам. Ага. Осталось немножко. Ой, сколько с тоска я уже. Много. Ох, сколько каких пищей получалось. Ох, последние пищи. Всё. Всё, Вася, можно один дом строить. Чего? Дом можно заново строить дальше? Ну. Ну так тогда у нас тут в планах еще вот так вот пристроить, пристроить. Чтобы с веранды баня здесь. Заходить сразу же. Ну вот и ладно, как ты узнаешь всегда. Чё там? Всё? Сейчас пойдем, открутим этот забор. Там еще надо это, поддон принести. Чё, пойдем? Угу. Утром сижу, вся и плю. Птички тут сидели, сидели. А то я не дрысь, то и все в окошко вот такой бум. Я первое не пойду, думаю, где кто он. Вот так вот. Чё там? Да. Блин. Низь надо просто. Продолжение следует. Проходит? Нет, получилось. Блин, как она тут вставляла? Вяжи. Вот так вот. Всё, всё. Всё, всё. Ну всё. 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 Всё, всё. Все, стою? Все. Такую баночку сразу складываем, шурупу еще пригодятся. Держи. Держу. Сюда пока, потом ставишь его. Что жарко стало. Вообще, раздевается, ему стало жарко. Прямо на ногу. Может еще и пригодится. Сейчас. Оно само отпало. Какие гвозди, да? Ну. Держи домой заши? Ну. Так. Ну. Ну. Прямо. Ну. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok